Ребята, вам был Клейфон, сейчас проходит конкурс с призовым фондом в 30 тысяч рублей. Условия достаточно простые. Вступить в группу ВКонтакте, сделать репост данной записи, зарегистрироваться на сайте и подписаться на YouTube канал. Сайт, вот он, заходите, регистрируйтесь, YouTube канал тоже, как бы, вот он. Все ссылочки на этот конкурс будут в описании, также все ссылки на сайт, YouTube канал и также группу будут тоже в описании. Ребята, заходите, участвуйте, потому что призы, как видите, просто обалденные. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов, тогда ставь лайк под это видео, подпишись на канал и напиши свой ник в комментариях. Также не забудь нажать на шестеренку и поставить галочку, чтобы получать уведомление о новых видео. Более подробная информация в описании. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И начинаем мы видосик с того, что вот этот чувак, он замечательный, получает званочку в урон-то офицера второго. Ну, довольно-таки неплохо. Вот, короче, ребята, сегодня мы будем играть на моем мультике. И играю я на нем не случайно. Здесь не будет никакого теста комплектов, не будет ничего такого эпичненького, там еще донатского. Здесь, ребята, речь у нас пойдет про битву от штаб-сержанта вроде бы до легенды, насколько я понимаю. Вот недавно я нашел такую битву от штаб-сержанта до легенды. И, в принципе, сейчас я вам в конце расскажу, что это за битва, как вообще ее, кто создал и откуда она, мать его, появилась. Вот, ребята, эта битва у нас, сразу скажу, была вчера, получается, карта была Чернобыль. И я там играл, действительно, ребята, на этом аккаунте. И сейчас я оставлю вам видеофрагмент доказательства, что я там играл, действительно, с легендами. Вот, покажу также там в этом видосе вам диапазон, какой был там вообще найсовый. Все, короче, ребята, такое вам покажу, расскажу. И вы это все увидите. Я так думаю, ну, неплохо такие, сильно удивитесь. Так, чувак, давай-ка мы тебя тоже отправим на рейс, потому что ты у нас катаешься на флах, а это ни разу вообще не круто. Вот, нашел я, ребята, Бобруйск. Мы, в принципе, тут проигрываем 1-0, но я так думаю, сейчас с моей, так сказать, нарочкой, с моим киллом мы это все дело, ну, поправим. Потому что, по сути, я тут езжу, вообще всех раскидываю, но моим тиммейтам остается только возить флажочки. Так, на тебе. Нифига себе, а как это я его так ваншотнул? Что-то я вообще ни раз не понял. Вот, ребята, и сразу скажу, что... Эй-ей-ей-ей-ей-ей. Блин. Вот, сразу скажу, что это просто офигеть как круто. То есть, я на своем воронтике там, втором катался и убивал, ребята, чуваков со званием легенда, генералов, маршалов, там, и т.д., и т.п. И это было найсово. То есть, там со мной также играл Шерлёшка Биг Танц, он тоже там катался даже на своем сержантике. Вот, и сразу, ребят, скажу, что эта карта была создана разработчиками, и как раз таки была создана для того, чтобы провести убей админа, насколько я знаю. Вот, и поэтому, как говорится, такие виды могут создавать только у нас администратор, либо модераторы. Там, выбирать всякий диапазон, такие просто опаснейшие. И уже в этом месте, так сказать, участвовать. Вот, и я зашел, и, ребята, сразу же на этой карте у меня возникло несколько таких вопросов. Если нам было бы круто, чтобы такие карты можно было создавать каким-нибудь, я не знаю, там, ютуберам, еще можно было бы позвать просто модератора, чтобы он нам создал, так сказать, эту карту, и мы могли с вами играть на разных диапазонах. Но это, конечно, сделать нереально, на это они вряд ли согласятся. Но то, что можно зайти в такую карту и тупо, ребята, всех убивать, мальков, и почувствовать себя действительно, ребята, поистину, гудмодыоном. То есть, вы можете также на своей легенде там зайти, позвать, я не знаю, каких-то друзей на сержантиков и посмотреть, как их можно сливать. То есть, вы тупо будете ездить их, сливать их с одной плюшки, и вам это будет просто вообще на изи получаться. Потому что также там катались вчера легенды там всякие, которые довольно-таки неплохо нас нагибали на таких диапазонах. То есть, я там катался на своем воротике, хотя у меня и была нарка, и как бы у меня М1 вооружение, но, тем не менее, даже с этим... Против меня, ребята, прикиньте, легенда стоит и нарит по полной программе. То есть, ему даже не стрёмно, да, то, что против него всего лишь какой-то воронтик, офицер второй как бы стоит. Ему как бы вообще норм, он нарит, как будто перед ним стоит какой-то гудмодыон, что ли. Либо просто какой-нибудь тоже чувак со званием легенды, точнее, с М3 хотя бы, да, который против него также нарит. То есть, чуваки прям нарили, не стеснялись, и это в натуре какой-то ватханейшн там происходил. Вот, но... Ещё что хочу сказать в натуре, то, что такие битвы, мне кажется, разрабам нужно завершать, но так как они эту битву не, так сказать, не завершили, но она была создана 999 там минут, вот, соответственно, если вы там хотите до конца доиграть, вам нужно будет сидеть до самого рестарта, чтобы эта у нас катка закончилась. Вот, это, конечно, не всего делать, я так думаю, мало кто согласится, но, тем не менее, ребята, такие люди там были, то есть там, как я зашёл, был фон в 12 тысяч кристаллов, вот, и там на первом месте был маршал, вроде бы, у него звание было, и как бы он, ребята, вообще не стеснялся, он как бы походу настроен был сидеть до конца. У него было 400 или сколько-то опыта, ну, пожалуйста, только не в минус, чувак, я не хочу прям отложиться. Ох ты, боже мой, то есть у него там было тупо 400 опыта, и он, походу, был настроен сидеть там до самого конца. Ну, что мы там, конечно, катались, также минуток 10-20, может быть, и больше. Нет, скорее всего, да, где-то 20, даже 30 минут мы там были, ребята, потому что на туре было, как бы, интересно, я хотел, тем более, вам ещё видосик записать, чтобы это вам показать, посмотреть, может быть, кто-то не знал, что такие у нас катки создаются, и битвы, соответственно, тоже такие создаются администраторами, что в них может, вот, поучаствовать буквально каждый, может также зайти там с разными диапазонами. Опять же, ребята, как я говорю, можете там позвать своих друзей на каких-нибудь сержантиках, и вы их будете посмотреть, как их можно будет нагибать по полной программе. И как раз-таки ощутите то время, когда Маршалл мог создать звонку, тупо там от Ефрейтора, что ли, и до своего звания. То есть раньше, ребята, такие диапазоны могли создавать абсолютно все игроки, ограничений, по сути, никаких не было. И единственное там ограничение было, и то, что люди обычно с такими званочками в эти катки не входили, это то, что их там нагибали, как бы, и не о какой-то прокачке, либо еще что-то, речи вообще не могло идти, потому что, ну, никто этим тупо не занимался. Так, давайте вот так вот нарим, я не знаю, вот так вот поедем. Я так думаю, сейчас этого эти пули там снесут по полной программе, и сзади где-то едет смок. А давайте ей миночку оставим, так сказать, сюрприз мазафака. Это, думаю, ей будет очень-очень приятно. Так, и... Дышь. Не-не-не-не-не-не-не. Она, кажется, была на нулях, окей. А я тут думал, надо двойных, я тупо ее даже не снесу. Так, громик у нас нарит. Это, кажется, у него был не дроп, а он... А, нет, а может быть и дроп. Он сейчас, может быть, тоже этот дроп подобрал, как бы. Ну, не знаю. Может быть, громиком нолись с викингами, львым что-то мне тут хочет доказать. Ну, в принципе, чувак-то правильно делает. То есть он видит, что в катку зашли, его хотят ограбить, и он нарит. Это, в принципе, правильное довольно-таки решение. И я его ни капли не осуждаю, и не буду там ничего такого говорить. Типа, какого фига... Воу, ребята, голд. Вот это действительно вау. На таких диапазонах, чтобы голдик... Главное сейчас цель его тупо, ребята, увидеть. Потому что, блин, здесь зима, и точку заметить крайне-крайне-крайне сложно. Так, давайте, чувак, едь. Я, пожалуй, поеду, доставлю флажочек, и что-то мне подсказывает, что он будет, ребята, на середине у нас. Так, давайте подберем себе ДА-шечку, чтобы нас не снесли. Хм... Где у нас будет голд? А, вот он, вот он, ребята, голдик. Вот он, вот он, вот он, наш голдик. Изитка, 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 изитка. Оба! Оба, 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 оба. И, ребята, просто на изичах отжали, мать его, голд. Хе-хе-хе. Зашел на мальков, отжал мне голд, потому что, ну, блин, здесь еще не знают, как эти голды отжимать. Я так думаю, названиях повыше, на тех же самых хотя бы бригадирах. И я со 100% вероятности был бы не уверен, что я этот голд отожму. Но здесь, в принципе, довольно-таки неплохо повезло. Хотя в меня и там и изитка врезалась, и еще там кто-то мне мешал. Подмарашивали меня, и там вообще было два врага. Но, тем не менее, у меня получилось. Так, и я здесь на первом месте. Меня убили всего пять раз. Это очень-очень круто. Так, давайте себе вырубим все-таки ДДшечку. И накажем вот этого. Или он меня докажет по полной программе, походу, да? Боже мой, чувак, как ты лагаешь. Либо это не лаги, либо еще что-то такое прям оберзительно, отвратительно. Вот, но ты что-то у меня прям телепортируешься, и мне тебя убить крайне-крайне сложно, потому что ты меня как будто не видишь. Так, окей. Ну, на самом деле ты меня видишь, но танка моего как будто ты вообще не ощущаешь. Так, ты будешь стоять, да, и выжидать меня. Опа! Дима, чем мне нравится со Смоки играть на таких звонках, именно М1? То, что здесь ты сносишь всех с ДДхи, ну, с двух выстрелов, грубо говоря. Ой-ой-ой-ой. Вот это было просто вообще четенько. Снесли меня с чего? А, это как раз-таки тот игрок единственный, который у них наряда. Да, он, кстати, и на первом месте, и УПшечка у него подобающая. Ну, и не такая, конечно, офигенная, как у меня, но, тем не менее, ребята, тоже довольно-таки неплохая. Так, давай, чувак, до свидания. О чем я, ребята, говорил? Два выстрела, и чуваков нету. Так, мне сейчас нужно исключительно ДАшечку, и уехать с лужочком, потому что остается у нас 30 секундочек, и нам как бы нужно здесь затащить, 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 затащить. Не буду я уже того чувака добивать, хотя, наверное, нужно было его все-таки добить, чтобы у меня сейчас каким-нибудь магическим способом не сваншотил, не перевернул и не убил. Так, давайте, чувачки, возвращайте. Я уже же ничего не успею сделать. Единственное, остается, так сказать, надежда на наших тиммейтов. Тиммейтики, тиммейтики. Ну, нет, все-таки не вернулось. Но, тем не менее, ребята, наша команда заточила, мы выиграли, и я вам рассказал о такой вот замечательной и прекрасной битве. Давайте нажмем продолжить. О, да. Вот, и я так думаю, вам эта информация будет полезной, и, может быть, где-то вы тоже зайдете с друзьями, поиграете в такой битве. Вот, ребята, такие ссылки, кстати, можно увидеть в официальной группе Танков Онлайн, то есть они там обычно анонсик делают по четвергам. Вот, так что, ребята, опять же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok